Недавно в нашем канале вышел ролик о российском потоке глобального наркотрафика, который годами стабильно работает благодаря серьезному прикрытию сверху. В комментариях было справедливо отмечено, что афганский трафик увеличился в 44 раза благодаря чуткому руководству США. Тот отмечал более ранние исторические события – опиумные наркотрафика с Китая, официально организованные Англией на государственном уровне 150 лет назад. Все это так. В глобальной политике ни у кого просто не стоит такой цели – прикрыть в один прекрасный день торговлю наркотиками. Стоит цель быть самой сильной властной группировкой и подмять под себя эти планетарные потоки наркотрафика, так как это решает сразу несколько задач. Первая – возможность сверхобогащения. Вторая – возможность сокращать численность населения. Третья – у крышующих спецслужб формируются черные нал – финансовые потоки, которые можно пускать на любые нужды. Иначе как бы трудолюбивые крестьяне обрабатывали опиумные плантации в Юго-Восточной Азии, если на планеты летают всевидящие спутники и дроны, способные прочесть газету на поверхности Земли. Иначе как бы, например, в Южной Америке под боком могучего соседа США с его многоголовой гидро- и спецслужб продолжалось производство кокаина крупнотоннажными партиями. При этом самый элементарный метод американцы уже использовали – распыление с воздуха специальных дофилиантов в Колумбии дало потрясающий результат. В 2008 году было уничтожено 75% всех посадок коки в этой стране. Но потом опомнились и больше такого не повторяли. Закрыть международный наркобизнес элементарно. Достаточно, например, издать законы, которые обязали бы производителей уксусного ангидрида, основного вещества, которое используется при изготовлении героина. Вести тщательный учет всех покупателей их продукции, а также фиксировать, для каких целей оно приобретается и куда следует дальше. В ближайшие 10 минут вы получите информацию, которую скрывают спецслужбы всего мира от обывателей. Как выглядит глобальная цепь выращивания, транспортировки и переработки опиума? Кто контролирует этот рынок? Как отмываются наркоденьги? Все эти процессы происходят под прикрытием одних и тех же людей. Пора снять с них маски. Мало кто знает закулисную подоплеку событий 1999 года, когда под защитой Евросоюза албанские сепаратисты забрали себе Косово в 1999 году. На какие деньги это было сделано? Ведь албанцы насильственно захватили власть в этом регионе не с палками в руках. После чего центром наркоторговли в Европе стала база США Бонстилл в Косово. Сюда привозят наркотики из Афганистана американскими военными самолетами, после чего албанская наркомафия развозит их по Европе. Собственно, и сама война за сербский регион Косово была развязана с этой целью. От албанских наркобаронов нитчики тянутся к правительству США, британским, американским и германским спецслужбам, ООНовской бюрократии, Еврокомиссии и НАТО. В общем, ко всем, кто связан с богатейшими семьями Земли. Бизнес на наркоманах начали строить не в прошлом веке и даже не в позапрошлом. В своей подробной аналитической книге «Опиум империи и глобальной политической экономии» профессор Кал Троцкий обнаруживает плотную связь между становлением капитализма и распространением наркомании. То есть между словами «капитализм» и «наркоторговля» можно поставить знак равенства. И в этом нет ничего крамольного, ведь если прибыль ваш бог, то наркоторговля вполне богоугодное дело. Торговля наркотиками обеспечивала успешное развитие западной цивилизации на протяжении 17-20 веков и позволила Европе скупить большую часть света. Опиум стал первым наркотическим веществом, который навязали населению силой, как это было в Китае. Сначала этим занимались британская и голландская усынские компании, а потом их наследники – британская колониальная администрация в Индии и сообщество британских голландских богачей, которые изложили фундамент имперской экономики. Начиная с 17 века в этот процесс был увлечен целый ряд строителей империи – Роберт Клайв, Уоррен Гастингсон, Александр Мэтсон, Дэйв Сассен, Перкинсы, Кодман, Расселы, Эпплтон и многие-многие другие. Эти люди гордились своим занятием, которое они считали достойным инструментом геополитики, главным источником денег для казны, причиной получения рыцарских званий и высоких государственных должностей. Такие вот респектабельные джентльмены-наркоторговцы. Наркобизнес стал тем связующим раствором, на котором была построена Британская империя. Запрет на легальную наркоторговлю пришел и конец империи. Настоящим воротилам наркобизнеса пришлось уйти в тень, но в сущности ничего не изменилось. Наркобизнес сконцентрировал в руках этих людей астрономические суммы и породил ту глобальную капиталистическую структуру, которую называют мировым правительством. По подсчетам исследователей этой темы, каждый год порядка 700 миллиардов долларов, полученных от наркотиков самых разных видов, проходят через электронные средства связи, а следы сознательно запутываются. Эти средства должны пройти через номинальный законный канал, но эти суммы настолько велики и настолько мастерски замаскированы, что обнаружить их в основной массе других, так сказать, чистых денег, не представляется возможным. А теперь представьте себе масштабы отмывания наркоденег, если 20 лет назад британский МИД сообщил, что эти процессы вовлечены полтора триллиона долларов, что превышает суммарную величину ВВП всех стран мира, кроме пяти крупнейших. Сами держатели глобального капитала уже не пачкают руки наркоторговлей отмыванием денег. Этим занимаются власти государств и службы, а также транснациональные корпорации, крупнейшие банки, акции которых котируются на мировых фондовых биржах. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить крупный скандал, когда бывший директор ЦРУ при Рейгане Билл Кейси за пять месяцев до своей смерти от опухоли мозга оставил нотариально заверенные письменные признания в том, что он и его структура участвовали в тайных операциях по торговле наркотиками под кодовым названием «Амадей», которые в том числе подразумевали отмывание наркоденег в различных банках мирового уровня. Среди таких корпораций можно назвать Hong Kong and Shanghai Corporation, которая была создана под конец Второй опиумной войны в 1860 году британским коммерческим банком и торговыми компаниями. До сих пор это главная отмывочная контора для всех дальневосточных финансовых сделок, связанных с черным рынком опиума и героина. Другим аналогичным банком является канадский Bank of Nova Scotia, который активно отмывает грязные деньги Карибского бассейна. А теперь новость для любителей золотых украшений. Рынок золота напрямую связан с сезонами созревания и вбрасывания на черный рынок опиум-сырца и его производных. Иначе говоря, в мировой экономике героин без золота – это как свадьба без невесты. Поэтому крупные банки, имеющие прямое отношение к золоту, в обязательном порядке отмывают наркоденьги. И по скачкам цен на золото можно судить о поступлении на черный рынок новых крупных партий наркотических веществ. Такая вот современная капиталистическая примета. В конечном счете финансовые потоки от продажи наркотиков перенаправляются через американские банки и акции сразу в сейфы Уолл-стрит. Или вот еще схема, когда корпорации берут взаймы крупные суммы денег под низкий процент у наркодилеров и торгующих наркотиками стран, и потом конвертируют их, то есть отмывают и получают астрономические прибыли, поскольку эти деньги становятся легальными и ликвидными. Другие корпорации поступают по-другому. Они покупают компании, которые имеют лицензию на импорт химических веществ для производства наркотиков. Например, так делает Хонг-Конг и Шанхай-Банк. Через компанию Теджапайбл – импортера уксусного ангидрита, без которого героин не получится. Конечно, уксусный ангидрит еще нужен в производстве ацетата и аспирина, но есть один подозрительный факт – главным рынком сбыта уксусного ангидрида является Афганистан. Итак, самым прибыльным в мире бизнесом занимаются три категории дельцов – транснациональные корпорации, включая крупные производства и банки, государственные структуры и, конечно же, мафия. Сливки с этих сделок собирают люди из Бильдербергского клуба, Комитета 300 и других подобных структур. Продавать, прятать, отмывать – это важно, но ведь надо еще вырастить, перевести, обработать, как и в любом производственном процессе. Опиум выращивают в нескольких регионах мира, но больше всего в Южной Америке, в странах золотого треугольника и в странах золотого полумесяца. Зона золотого треугольника расположена в горных регионах Таиланда, Мьянма и Лаоса, по некоторым источникам еще и северо-восточного Вьетнама с Южным Китаем. В этой зоне в середине XX века возникла система производства и торговли опиумом с организованными криминальными синдикатами, связанными с местными и мировыми элитами. Зона золотой полумесяц находится на территории сопредельных районов трех стран – Афганистана, Ирана и Пакистана, где расположены крупные плантации опиумного мака. Незаконные мануфактуры по производству героина и опиатов. В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности 2008 года отмечено, что еще ни одна сторона в мире, кроме Китая, середины XIX века не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан. Согласно устаревшим данным, в Афганистане производится более 90% опиума, поступающего на мировой рынок. То, что при поддержке США дела у местного опиумного бизнеса идут в гору, можно не сомневаться. Известно, что Совет директоров этого глобального наркокартеля расплачивается с хозяевами плантации опиумного мака нестандартными золотыми слитками, которые чеканит Credit Suisse, второй по величине швейцарский финансовый конгломерат со штаб-квартирой в Цуихе. Эти особые золотые слитки дают только для оплаты труда азиатских горцев, а стандартные золотые слитки в сезон наркотиков вращают деньги в Гонконге, где собираются крупнейшие оптовые продавцы – покупатели опиума-сырца или частично переработанного героина. Чаще всего опиум-сырец перевозится через Турцию, Ливан, на Корсику для последующей обработки на Средиземноморском побережье от Марселя до Монте-Карло. Оно там просто напичкано героинными фабриками, хотя в последние годы существуют тенденции к росту числа таких фабрик недалеко от мест произрастания опиумного мака. Джон Коулман в своей книге «Комитет 300» пишет, что по Европе опиум-сырец обычно транспортируется в грузовиках со знаком ТИР. Это означает, что груз является скоропортящимся. В результате такие фуры недосматриваются на таможенных пунктах. Сторонние источники сообщают нам, что в процессе перевозки груза работники таможен тех стран, границ которых пересекает такой автомобиль, выполняют проверку исключительно лишь целостных пломб, установленных ранее. А если с пломбами все в порядке, то счастливые дороги. Но мало организовать производство и логистику должен быть избыт. Основные потребители героина – это высокоразвитые страны Евросоюза, кокаина, соответственно, граждане США. О том, как западным спецслужбам создавался искусственный спрос на героин, какие социальные процессы для этого были срежиссированы, расскажем в следующем выпуске, а сейчас подведем итоги. Единичные показательные акции под названием «Борьба с наркотиками» – обманка для обывателя, на самом деле все схвачено. Все сделано для того, чтобы как можно больше людей добровольно стали безвольными рабами, зависимыми от этой системы. Если у каждого из нас выбор – встать часть этой системы или противостоять ей, оставляйте свое мнение под видео или просто посмотрите на результаты опроса. Благодарим за просмотр и оценку видео, берегите себя и до встречи на нашем канале.